Маршрут Царского дома Романовых появится в Приморье. Соглашение заключили губернатор Приморского края Олег Кожемяка, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова. Важно передавать по предстоящим поколениям, важно помнить нам эту историю, которая всегда является магнитом для тех людей, кто желает просветить нас в крае, кто желает прикоснуться к тем событиям историческим, которые проходили у нас в регионе. Именно императорская фамилия Романовых оставила здесь ярчайший след в городе Владивосток. Национальный туристический проект «Императорский маршрут» будет включать в себя маршруты памяти императорской семьи, места пребывания, посещения, путешествий и паломничеств представителей Российского императорского дома. По словам Анны Громовой, сейчас проект объединяет 28 регионов России. Этот чудесный край, который теперь присоединился к императорскому маршруту, это продолжение, воплощение нашей мечты, потому что уже сейчас, от Калининграда до Владивостока, до Крыма и Ростова-на-Дону, простираются наши регионы, участники маршрута. Да, нас вот сегодня 28, но это огромная работа, которая отчасти сделана, но еще в малой своей точке. Так же, как и здесь, в Владивостоке, историки и крыльдеды, мы почувствовали за эти полтора дня, которые мы здесь, мы поняли, насколько народ любит свой край. В торжественной обстановке глава региона передал в библиотеку Елисоветинско-Сергиевского просветительского общества коллекцию произведений выдающегося исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева. Губернатор Олег Кожемяка отметил, что Приморский край хранит память о вкладе Императорского дома Романовых в развитии территории. Стороны соглашения считают, что проект «Императорский маршрут» повысит туристическую привлекательность Приморья. Железная дорога была построена не для коммерции, она была построена для развития, что мы сейчас и видим. Насколько в сложный период для нашей страны роль железных дорог, роль тех идей, воплощенных им нашими предшественниками, государственными людьми, императорами, фамилии дома Романовых, теми же дорожниками, инженерами, насколько она сейчас востребована, что практически половина контейнера грузов идет через Транссиб. Практически 70% угля идет тоже через нас. Действительно, разворот на восток произошел благодаря железным дорогам. Напомним, передвижная выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых» посвящена истории становления железнодорожного дела Российской империи. Посетители выставки могут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли российских императоров от Александра I до Николая и влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности, через которую они прокладывались. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.